И я всех пламенно и категорически приветствую. Это продолжение моего видео урока по овладеванию графическим планшетом. Это будет вторая часть, как трудно догадаться. Незамысловатая, но очень важная. Так как в первой части мы разбирали основы и фундамент построения основ для овладевания планшетом, в этой части мы уже будем разбирать более практические его применения. Об этом крайне далее, но хочу еще также отметить, что без основ и базы вам будет крайне сложно даваться данной части курса. И уже в самый раз сказать, собственно, то, ради чего все мы здесь собрались, чем мы будем заниматься. В этой части видео мы поговорим о построении фигур в пространстве. Что мы будем конкретно делать? Мы будем с натуры переносить фигуры геометрические, разные простые формы в ваше виртуальное пространство с помощью вашего графического планшета. И можно сразу оговориться, что без базовых основ, которые вы получали в первой части видео, где мы учились овладевать именно графическим пером, знакомились с материалом, особенностью его, вам будет крайне сложно. Почему? Потому что линии – это довольно сложный объект, который выполнить, не переворачивая планшет, довольно сложно начинающим. И первое, что крайне важно отметить, все рисунки должны быть выполнены именно с натуры. Почему с натуры, а не с фотографией? Все просто. Когда фигура перед вами, вы ее визуально осязаете. Вы ее можете пощупать, потрогать, перевернуть, что крайне важно для того, чтобы быстро наработать навык переноса с реального какого-то объекта на ваш монитор. Все больше и больше перенося фигур, вам придется ставить все более сложные задачи. Для чего? Для того, чтобы максимально продуктивно использовать данное время. От простого к сложному проще двигаться, и проще нарабатываются базовые навыки. Ваша задача научиться как можно быстрее, и как можно качественнее. И третье, на что следует обратить особое внимание и значение, это положение фигуры в его пространстве. Его важно менять. Вы не должны зацикливаться на одном ракурсе, когда переносите какую-то фигуру. Очень важно чередовать это самое пространство. То есть ракурс, с которым вы переносите фигуру. И, собственно, переходим к самой работе. Что здесь делаем? Находим какой-то старый-старый детский конструктор, который вы можете украсть, или позаимствовать у вашего брата или сестры. Надеюсь, у вас они есть. Если нет, то отыскать где-нибудь у знакомых, попросить. Ну, в общем, найти какую-то простую геометрическую фигуру. Начинать проще всего с кубика, конечно. У кубика, как мы знаем, стороны все равны. Они равнозначны. И их много. Да, их можно как бы вращать. Но фишка не в этом. Фишка в том, что вы можете менять его именно в пространстве. То есть сначала нарисовали в одном проекции, повернули немножко от вас под другим углом и переносите уже его с другой проекции. Также очень важно отметить то, чтобы именно ваша фигура, которую вы копируете, находилась еще на разной высоте, чтобы линия горизонта всегда менялась. Как вы видите, я уже начал, собственно, сам перенос данной фигуры. На что здесь следует обращать особое внимание? Естественно, на правильное построение прямых линий. Именно поэтому я вам несколько раз и повторял, что первая часть вам ключевая. И даст вам базовые навыки, которые вам здесь очень сильно спасут вас. Потому что строить прямые линии вам придется стараться именно от руки, не вращая сам графический планшет. Постоянно вытирая ненужные, более уточняя края, вы должны прийти к правильному построению фигуры. И вот, после долгих-долгих мучений, вы наконец-то смогли построить ваш первый кубик, смогли отполировать все его линии, хорошо их отрисовать. Мы поговорим о том, что следует делать далее. А далее вам снова придется рисовать тот же самый кубик, с другой, естественно, проекцией. Да, это не смешно, но это так. Кубиков вам придется рисовать достаточно много, чтобы хорошо набить руку и развить ваш навык. И когда вы набили не только руку, но еще и навык, вы переходите к следующей части и рисуете более сложные объекты. К примеру, я взял уже фонарик. Фонарик довольно сложный объект, у него много граней, много плоскостей. Нужно всех их учитывать при переносе. Здесь очень важно понимать, что объект чем сложнее, тем больше времени понадобится на его построение. Обращать внимание на все маленькие и важные детали, не спеша их перенося на свой компьютер. И в конце можно подвести итог, так сказать, и еще раз все суммировать, все, что мы услышали в этом видео. Первое, на что следует, важно обращать внимание, то, что все мы объекты рисуем с натуры, не с фотографией. Это важно. Второе, это мы переходим от более простым рисунком к более сложному, постоянно увеличивая и усложняя нашу задачу. Таким образом, мы будем максимально продуктивно получать навык. И третье, это не менее важное, это менять всегда сам объект в пространстве. Очень важно, чтобы вы рисовали на один и тот же объект, но меняли его проекцию. Это даст вам максимальное понимание устройства данных объектов. И в дальнейшем, в вашей профессиональной карьере художника, это вам сыграет хорошую карту. Ну, а на этом у меня все. Всем до скорого. И спасибо, кто смотрел. Счастливо.